Привет, ребята! И мы играем в Assassin's Creed Chronicles, который происходит в Китае. И это платформер, то есть всё такое вертикальное... вернее, вертикальное, горизонтальное. И от... вот так вот. Платформер, что сказать? 2D. Что ж, давайте попробуем. Я фанат Assassin's Creed, насколько вы знаете. И очень мне нравится и серия. Я по-всяку покупал все игры серии. Это меня досталось из-за Season Pass'а к Unity бесплатно. Сама игра стоит, по-моему, рублей 800. И мне она досталась бесплатно. Это круто, ребята! Всё, у кого был Season Pass'а к Unity, кстати, получили её бесплатно. И это ещё круче! И давайте мы с вами приступим к игре. Насчёт вебки, ребят, я её ставлю, потому что вы её обожаете. Всегда просите меня поставить вебку. Если вам не нравится, попросите, я уберу. Мне не трудно, на самом деле. Но с ней временами веселее, временами нет. Давайте приступим уже к игре. Хватит меня слушать. Приступим к игре, ребят. Игра. Игра плюс? Сложная игра. Мне интересно, в чём плюсы игры плюс. Ну, сложно, всё-всё понятно. Ладно. Нам доступен только обычно, так я не играл ещё. Только вот при вас сел. Самое время начать. Китай, 1526 год. Серьёзно, а вы могли это зачитать или как-то сделать, чтобы персонаж что-то рассказал? Походу, мне придётся считать саму ладо. Нашёл два года в тот момент, как Чан Юн, глава группы Евнухов, известных как Тигры, уничтожил китайское братство Ассоциентов. На самом деле, Тигры — это тамплиеры, которые втайне управляют Китаем. Используя императора как свою марионетку. Ну, конечно же. Шао Цзунь, одна из нескольких выживших, вернулась в Китай по приказу... Ван Янмина, новые лидеры Ассоциентов. Вместе они планируют уничтожить тигров и освободить Китай от власти тамплиеров. Какие молодцы, ребята. Похлопаем, ребята, похлопаем. Лайки давайте им поставим. Этим чувачкам, которые хотят освободить Китай. Они возвращаются в своё старое убежище. Пещеры Майцзишань. Некогда здесь находилась крепость Ассоциентов. Прям, мысяв. Прям, знаете, как Майцзишань, Масси... Что-то есть общее. Теперь это тюрьма тамплиеров, которые проявляют Гао Фэн. Гао Фэна надо убить. Это просто такой намёк. Чтобы подобраться к своей цели, Шао Цзунь позволяет взять себя в плен. Она взяла свой артефакт Петтич, подай на яйца аудитора. Знаешь, тамплиеры захотят выяснить, что это. Э, я нажал, но он как-то не отреагировал. Шао Цзунь. 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 Шао Цзунь позволяет взять себя в плен, чтобы подобраться поближе к Гао Фэну. Одному из тигров Чань Юна. Теперь необходимо выбраться из клетки, забрать свое снаряжение. всем настанет время охоты на гауфэна дополнительно здоровья спасите фун либо я с уведомителя соседом что же я постараюсь тебя спасти фунтливы секунда где графика где играть где игра ага не чуть не видно вообще нет ну ладно хорошо отпасти спасайте да так вот перемещаться можно так бегать удерживать для быстрого бега ладно ребятки а извиняюсь пропустил да тут все просто просто держите кнопки я играю на клавиатуре если что он я думаю игра пойдет даже на самых слабых компах потому что лагать тут просто нечему не знаю ну реально нечего ребят что то может лагать я без понятия чтобы совершить скачок пока вы все просто ой у сальков есть область обзора вот она и заводите меня область раз значит что они осознали в чем дело за это вашем присутствии сегодня в красную а желтая как он будет думать типа и где мы попить и флайдовина рассказать их зону обзор так м это побег я тебя как включить и не померли а длинное зрение так все вспомнил на тоже на навеем так нас пасти осведомитель ассасим как дом задание ну нужно выбраться из казематов кстати очень хочу вам порекомендовать канал антон супер геймс ссылка на ее будет в описании и на экране у вас тоже и это не реклама ребят если я нашел канал со знаете блуждал по просторам ютуба и и скажем так наткнулся на канальчик но и собачка и на канале у него есть веселые видео всякие он делает веселые видео на разные темы на об играх ребята раньше делал обзоры на игры и кое-какие прохождения но теперь и кстати много реально я посмотрел каналы я удивился качества иногда смысл канала с контакт начинающих сплэйшиков он не начинающий у него давно уже видео делает но аудитория небольшая я подумал блин чувака надо поддержать надо как-то сообщить о нем и на канале у него есть веселые видяшки ребят веселые видяшки и я хороший обзор причем реальный микрофон качественный монтаж на уровне и знаете я тоже хотел бы снимать так хорошо как он то есть если вам нравятся мои видео считаете их качественного его посмотрите так вы офигеете от просто качество офигенный канал серьезно может быть вам понравится может быть нет я не буду гарантировать ребят не хочу чтобы потом вы говорили типа рекомендовал какую-то парашу сами зайдите посмотрите там уже скажете понравилось не понравилось ну подпишитесь может немножко подпишитесь так что да обязательно заходите ребят канал будет вот в описании и на вас на экране тоже ссылку ой на уведомления приходу в базу данных нажатия не успел я хочу забраться у то наверх мне кажется там может что то быть ценно ой что то реально есть так что это я без понятия как я понимаю разбиться тут нельзя тихо 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 а лучше убивать нельзя как-то я понимаю нас не научили поэтому а в принципе в реальности я бы ну если бы это уже была игра я бы убил так что да ребят заходить на канал я посмотрел у него прикольные видео там обзор даже в целом mortal kombat у него был на mortal kombat вот новый который вышел неплохой обзорчик смонтированно хорошо я не ожидал я узнаете тень золота круто ваш стиль игры будет оценен и вознагражден после прохождения определенных этапов игры спасибо за инфу незаметное перемещение принесет больше очков чем уничтожение всех противников на пути уничтожение уничтожение быстрее раз а не он не увидит я просто испугался что он сейчас сюда придет и будет хреново так если прячься не прячься подолгу хорошо изображение глаза все упрощает и опять же тень золота пока что все слишком просто интересно кому же будем убивать охранников потому что ну а зайский это все таки игра не только про осталось но и про убийство пока игра простенькая давайте посмотрим что будет только весь поле обзор не попадайте с него чтобы избежать обнаружения а тут пройти никак еще нельзя нет походу нет а не не можно можно чтобы отвлечь свисток чтобы отвлечь и избежать обнаружения а свисток как вспомнить да выступлять громкостью и жить чтобы смысл я она сказал ща погляжу чё там а вот вам клинок ботинки знаете сейчас делают вот подставку для сэлфи ботинки знаете как вставляешь айфон или любой другой телефон и и делаешь сэлфи пустят в укрытиях мне в укрытие не надо спасибо а а а а а а а тут не проболзти тут лезть надо в общем да ребят пришел я а 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 Это плюс Я уже хотел даже сделать орлиное зрение Понятно Я уже хотел сделать даже гневное видео Типа вот игра не работает Я на форумах стал читать Люди писали, что даже через юплей Если скачиваешь игра не работает Но походу это не так Иди сюда, иди сюда Купсик Муртик, иди ко мне, сладенький Я тебя обкарнаю Ну нет, игра работает, но через юплей Что же, это круто Ребята, юплей, в принципе, нормальная вещь Просто, я не знаю, не такая функциональная, как стим, естественно Но вещь неплохая, так сказать Своё дело делать Чтобы оглушить охранник, использовать её, чтобы петарду Чтобы прицелиться И взорвать её Хорошо От тебя я пробежал Чё, он меня заметил Немножко спалил, скажем так Но, ну, не успел за мной пойти, что хорошо Вот, я пришёл с учёбой Мы монтировали видос Ну, не видос, а вернее, мы фильмом Монтировали Если вообще интересно, что... Так, спину ему прикрывай А как меня побудете, если вы... Ну, он не скажет, если нас поет, осторожнее-то Долго общаться-то будете Походу, у него очень ограниченный словарный запас А китайцы, наверное, как рады Им вообще сейчас не нужны субтитры На китайском А чёрт, я не мог драться? Драться нельзя, что ли? Наверное, надо было петарды оглушать Я просто не знал, как это работает Что-то, ну, я знаю, тут и были подсказки по управлению Но не было подсказок, что делать с двумя противниками Которые смотрят друг на друга Поэтому, вот, я немножко запустися Так, что происходит, то есть спину Они не видят, но, а значит, их надо обойтись Значит, отковать их не нужно Не волнуй, чел Хорошо, я это учту, теперь Я не знаю, как не заметил на отресям Мелко очень было Не заметил я Нет, тут проход пройти нельзя Золото, пока что не золото, а не заработал А как естественно, мечом-то Ой-ой-ой, обратно-обратно-обратно Я знаю, как мечом орудовать В общем, монтировал я фильм Не свой, ребят, не свой Мы монтируем и фильмы друг друга Которые мы тут снимали Какое-то время назад И пару месяцев назад, я бы сказал, да И не так просто Мой фильм был монтировать Из-за режиссуры, отчасти Из-за того, что там немножко непродуманные склейки И в итоге У меня возни больше, чем у других Мой фильм монтировать, кажется-таки, просто Потому что там все Я продумал реально, как фильм будет монтироваться То есть я реально задумался так Чтобы, знаете, чтобы монтажом было проще Ладно, а, все Можно перепрыгнуть Я думал, надо ждать чего-то Я что-то сразу не понял Ладно, ждем Разворот сейчас будет Можно будет спрятаться и обойти их кругом Они, кстати, не замечают Я должен сказать Чего-либо присутствует Я сегодня еще в Бургер Кинге Закусил по дороге Скажем так Ужин у меня был из Бургер Кинга Потому что я хотел Не хотел дома готовить Я хотел сразу прийти И так сказать, ребята Делать для вас видосики Есть Максимум боеприпасов Сразу видосики А я хочу сразу делать видосы Я обычно иду куда-то там Бургер Кинг По дороге Он просто есть рядом Там, где я учусь Бургер Кинг Чем бы его отвлечь Петарды можно на самом деле А сверху прыгать Что нельзя и мочить людей Так, я хочу петарды использовать Че Че Не успею Я не знаю, что-то очень долго спрыгивал А наверх нельзя, кстати, перепрыгнуть? Нет? Не, нам нужно как-то дойти до укрытия Как я понимаю Что, если я его просто оглушу И забегу в укрытие Это вариант, кстати Это хороший вариант Попробуем так Просто оглушить его Я не знаю Просто я же очень долго спрыгивал Черт, нет, не получается Интересно, как же Что же я делать должен-то? Игра вроде научила, что делать Но все непонятно Так, какие есть варианты? Такие есть варианты, ребята Почему я не буду на него спрыгнуть? У меня просто вот такая проблема Что мне не нравится Что я не могу спрыгивать на врага Как это можно было делать в обычных осеных А, ну да, у меня же в ноге клинок Понятно, что я не смогу Как же его заставить-то? А, вот я знаю Свистом можно, кстати, заставить его пройти вот туда Как вариант сойдет Как вариант можно Так, приманим его и таким свистом Они отвернутся сейчас Черт, он просто смотрит наверх Он просто наверх смотрит А мне нужно, чтобы он не наверх смотрел, ребята Когда спускались, меня замечают Как же быть, ребята? Что же делать? Меня об этом не учили Все-таки Нет, почему-то есть получилось его завалить Теперь все получилось Блин, почему я просто так сказал А как бы мне его отвлечь? Я подумал, что здесь нужно будет реально как-то его отвлекать Но нет же, все оказалось проще простого на самом деле Проще простого Я думал просто, знаете, я все время думаю, что все сложнее Все должно быть сложно Но нет Вот они здесь не задумываются, кстати Охранники не задумываются А что у нас так мало? Куда делся мой чувак? Только что за спиной был Знаете, мне кажется, это будет реально на экскент Конечно задумываться Типа куда делись мы Мы напарники Так, меч готов, ребят Я буду мстить Теперь можем атаковать и делать им очень атаки Такое, что блокирует удары Чет? Remember to look for science Your opponent is about to strike Ну-ка он замахивается Это и есть знак Да, это все Это время, когда вы блокируете перформу Не получается перекат А, просто нажимать О направлении тоже надо указывать Не всегда с первого раза выходит Но, в принципе, а большей части, да Мне нравится, что надо стрелку По сути, надо отпускать клавиши И делать перекат Я не знаю, не получается Перекат делали Один раз вот вышло И Когда стоять ее, повернуться, ребят Вот как А, нужно еще вверх нажимать Вот они не говорят, ребят Я хочу, пожалуйста, что тут Не говорят, что нужно делать И пишут просто нажать пробел А пробел просто так не нажимается Нужно нажать пробелы вверх Еще кнопку вверх Почему об этом не говорится Как бы не то, что я против, но... Атака этого армия Редо мне как стрипы с огну Хорошо, атака патчика стрипы Но это не негативный Негативный Стрипы самых сложнее Хорошо Трое, атаки церковь Большинство Смотрите, армия патчика Теперь не гидро Протешивай его Неynи Протешивай его Хорошо, продолжай гой мясо перекачивать не всем путь не вся получается так что проще вот так вот действовать Чуи! Ну вот так. Хорошо, Шао Джун. Твоё тренирование до сегодняшнего дня. Немного странно, но ладно, это с аудитором. Это с аудитором Деференция. Чё-то ты не похож по голосу тоже. Был итальянским дворянином, родом из Флоренции. С 1503 года по 1513 был наставником у итальянского братства азасинов. Отца и двух братьев Этсо повесили у него на глазах. Мы знаем, узнав, что у себя с азасинов, Этсо пошёл в обучение братства, что отомстить ордену тамплиеров и его магистру Адриго Борджия. Смерть близких. Он противостоял тамплиеров во многих городах Италии. И в конце концов добился падения дома Борджия. В последующие годы Этсо встречал забытую историю братства и мы удалось рассказать множество твойных с прошлого осен, также узнать о существовании первой цивилизации. Этсо встретил старость на своей вилле в Тоскане с женой Софией и двумя детьми. Именно тогда он и познакомился с Шао Цзунь. Вот здесь мы как же не общались. Слишком долго возился. Ну да, Риат, прикольно, когда у тебя есть скидка на бургер. О, чёрт, я всем приеду сюда. Оп. Потому что я обожаю бургеры, ребят. Да я не знаю, где да, это круто. Так, не хочу спуститься вниз. Как я понимаю, здесь начинается уже таскать Риал. Риал-игра. Я нырил торнамент, я даже не уверен. Уп, уп. This is the sound of police. Можете заходить на лайв-канал, если вам что-то интересно обо мне, ребят. Так как... О, у него ключ, как я понимаю. Слышите быстрее здесь. Так, цель, которую нужно убить, понятно. А их можно просто взять и выкинуть за обрыв? Нет, нельзя. К сожалению. Ну, в принципе, игра мне нравится. Оно он скажет. Немножко нудновато, мне кажется. Будет уже к концу, наверное, игры, уже станет скучно. Но пока что кажется довольно интересно. Ждем. Ждем. Ёй. Чё, успели. Смотрите, как справился, причем с первого раза. Ну да, я же не впервые в Ассасина играю, в принципе. Принцип работы, Ассасина знаю. Бронза. Спалили. Найти и убить Гаупфена. Да, основное задание продолжается. Вкрути баранку. Бомбила. Это свой или чужой? Если ваша человек не подчинял меня, Галвера, я позволила меня быть в суд. Я была именно где я хотела быть. близко, чтобы убить тебя. О, пока Гаупфен. Ты сдох. Гаупфен. Девушки отдыхают. Но ты не будешь последним. Летательный нож, чтобы выбрать ножи, нажмите, держите, держите, перемещай, хорошо, что сейчас нож. Штурмовой дротик и отклоняяя, хорошо, что запустить его. Интересно, интересно. Это было вновь безопасное место для нас, ассасины. Санг-Йонг стайгер сошли до конца этого. Санг-Йонг! Тигры! Санг-Йонг стайгер сошли до конца этого. Санг-Йонг стайгер сошли до конца этого. Нет, я не всё, я сдаюсь уже сразу. Теперь, когда Галфэн мёд, Шао Цзунь должна покинуть место, которое я когда-то называла домом. Пока тамблиеры не узнали, что один из лидеров убит. На буты её ждут огромные пешеры и ответственные вот её с... Я не слышу, как китайцы говорят по-русски, но... Я имею в виду, в кино когда-то где-то, но... Знаете, китайцы, говорящие по-русски, это очень редкое зрелище, поэтому... Я не смогу сымитировать для пущего реализма, так что... Напишите, как получилось. Найдены свитки ассасинов. Что же, продолжим в следующей части, ребят. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что вы здесь. Можете подписаться на канал, если понравилось. Новые серии будут вот сейчас. Буквально я буду сегодня весь вечер сидеть и снимать, снимать, снимать новые серии. И завтра они тоже будут выходить, пока игра не будет пройдена. Также ждите прохождения по DLC новому для игры в The Evil Within, которая называется Consequence, последствия. Должно быть интересное DLC, очень страшное. Прочитал уже отзывы о нём, пишут люди, просто офигенное DLC, того стоит. Как я понял, оно не слишком длинное, пару часов. Но того стоит, того стоит. Отзывы, как я увидел, очень положительные. Для фанатов The Evil Within обязательно к просмотру. Спасибо за просмотр, ребят, снова. И пока, до следующей серии. И не забудьте заглянуть на канал в описании. Я очень хочу, чтобы вы это сделали. Ради меня, ребята, ради меня, любимого! До следующей серии, пока. Пока.